приветствую вас друзья на канале рыболов 37 я снова сегодня выбрался на рыбалочку приехал в город волгореченск так называемая коса уже поняли ходить сюда очень тяжко дорога закрыта все заросло травой уже зарастает вещи носил на часа полтора все свои вообще устал очень много вещей приехал сюда с ночевочкой думаю сейчас разберусь немножко покормлюсь вечерком не знаю попробую половить не половить получится обязательно половим сейчас быстренько буду разбирать домик потому что синоптики никогда не врут когда я на рыбалку они всегда короче если есть дождь он будет если нет дождя он тоже будет это нормально это в их стиле вот поэтому сейчас быстренько раскинула палаточку закидываю туда все вещи мешаю корм и будем кормиться будем ловить будем пробовать уговорить вечерних лещей может прыгнуть карпики а так немножко вздремнем и вся надежда у нас на утренний клев надеюсь погода будет хорошая ветра такого не будет дождя не будет и удастся рыбу поставить на точку и половине так что пойдем собираться мешаться не будем ловить в общем успел я до дождика вот такой у меня получился домик сейчас сочный палатка большая не знаю четырехместных царям сейчас покажу чем я внутри и надо уже будет мешаться уже кресло у меня стоит фидер наготове ветер ветер главный ветер успокаивается корма нету еще кор вообще даже не готовый торопился боялся что дождик будет а внутри у меня значит такая картинка лучшая здесь сумки свалился матрасик накачают спальничек тепленький такая довольно просторная палаточка у меня выходит вообще ночка будет тепленькая там уже духовка от комариков от комариков надо закрыть все в принципе норм улики замесим корм блин одному очень не распадывать не собирать оставил еще вещей на чтобы понимали то что там вещи еще сумка ящик ведро с кормом а идти блин вообще идти очень далеко посмотрел мои видео я снимал там походы походы были как бы ничего страшного нет в этом ветер дует так что человек лететь не может на рыбалке с рыбалкой все сейчас припасу прикормочку покажу чем буду мешать замешаюсь еще дистанция и буду кормить и немножко передах я что друзья приступим замесу прикормки давайте покажу что если не буду мешать он будет альвеги лечь черный плачешку сюда такого черного цвета хорошего супер лечь тоже компания ольвега мешают четыре килограмма сразу чтобы на утро остался федоров без черный пиктор на роль для карпа еще я думаю поймаем карпа карпе такая крупная фракция ничего пробивать не буду просеивать не буду ароматика уже сразу пошла такая классная мешать руками и хотела не летать мешают руками висеть навороченных штучек на первый взгляд на сухая прикормка ну или это вот так все значит дольем водичкой что-то емкости на конечно маловато пару увлажнение сейчас махнем че-то все не могу себе раскошелиться на шуруповерт денег никогда не хватает план взял с собой сито все пробью через сито еще разик чтобы убрать все комочки все убрать всю эту гадость 4 килограмма ногой баночки очень мало есть конечно одежда на вечерний выход в ночь ловить не будут ночью особо не клюет он проскакивает конечно самые зачетные рыбы обычно в ночь но желание что вообще никакого нет лучше поспать 3-4 часика не заряжет перса с собой и уже садится ловить сейчас прикормочку до мешаю пару вложений сделаю покажу что из этого получится также покажу что я взял с собой еще там мотылики опарыши все в каком объеме и начну уже ловить начну кормить так ребят добиваем остатки корма через сито принципе все просеяли отловил старым кормом еще замороженный поймал одного подки ложечка спиток густерина одного подлечка еще рыб клюет он клюет рыба резко и открыл клетк лес были такая поклёвка была классная ну ладно вот вашим пробиваем корм что тут за парашем короче некогда бегать взял с собой два литра опарыша две банки кукурузы банку зеленого горошка грамм 300 лимана ну и насадки на на коробка 23 не буду выкидывать эту лободу скидываю короче ведро сейчас вечером просто покормлю вот этими шарами вот этой всей мусором а утром просто уже будут досыпать хорошего корма ну вот смотрите как корм получать пост пробивочки еще так рыхлики хорошенький до шуруповертом конечно много интересного жреться но блин к сожалению шуруповерта нет вот сейчас не знаю будет вечернее включение не будет как по рыбе чё по рыбе посмотрим сейчас если рыбка встанет будет также ловиться и обязательно включусь покажу а так наверно до вечера встретимся уже в домике можно приготовим покушать может нет пока не знаю либо половим сейчас еще час подумаешь решу если будет вечернее включение знаешь все будет нормально так сидел подумал чем просто так сидеть можно ловить если вроде особенно рыбка поклевала может удастся в порогах зачетных захватить забыла поклевочка пока тут корм пробивал посмотрим чем уроди не особо нам изгонутся надо обожрали мотыля опарыша рыбка значит на точке есть уже радует декларировщик водочка рыбачи уже вторую рыбалку из платформы ничего под руками нету гоняли семьей на рыбалку ну как на рыбалку там был больше семейный выезд закидывали с ребенком тоже удочку прикольно было жаль мы увидели только всего лишь одну поклевку это не реализовали девчонки я все понравилось еще маленькая не готова таких рыбалок поэтому оставил дома пускай лучше учится вам у разума так что по дистанции дистанции у нас 51 с половиной метров палочкой ловлю гретком 39 до 140 грамм это очень тяжелая палка здесь но других палок у меня к сожалению нету все палки оставил в другом месте есть как и платформу поэтому то что было наличие дома теми ловим сразу поклевочка какая-то неуверенная поклевки какие-то еще непонятные под килошечек дернул блин еще такой попер попер я думал карпишка какой-то подсел в последнее время были карпики замечены поклевка не знаю будет не будет он утром сейчас я еще покормлю посижу кидаю возможно еще перед сном посижу покидаю чтобы утром сесть уже и точке стеной и радовало пока меня и вас кстати где-то может через месяц мы приедем снова в эту локацию дня может на 3 на 4 короче и сделаем закорм из 100 килограмм корма возьмем лодку собор возьмем теперь возьмем подводные камеры как подводные камеры зимние камеры будем плавать смотреть если рыбы на точке и вообще ну что из этого получится не знаю пока никогда то не пробовал всегда в мыслях была такая затея вот и в этом году вроде созрели сделать потратить денег и так ты рыбалку денег очень много уходит мы решили потратить немножко побольше выйти из своего бюджета и закормить 100 килограмм с лодки . выселить рыбу выждать их грамм приколивать и по росту удовольствия не знаю получится но надеюсь что все будет нормально рыбка порадует всех поклевочками злыми загибами но и большим количеством так чтобы не пропустить обязательно подписочку на канал колокольчик палец вверх этот ролик будет 100 процентов давайте хотя бы под этот видосик 100 лайкосиков за каждый килограмм корма чтобы была мотивация что вам это интересно чтобы я видел что вы интересуетесь такой затея будет интересно посмотреть зараза блин как-то одного пара же в серединке обсосала за голову то ли они трогать пара же тоже не трогает интерес еще на бросик прям апокалипсочка только что-то удара не было прямо в клипс убил сижу короче на кресле отжал знакомого кресла ног не было было две ноги две ноги поставил 25 на втулках кстати кому будет интересно оставить втулки на двадцать пятых ногах это очень проблематично я мучился на минут 20 чтобы засунуть эти ноги туда в общем не подходят 25 ноги на три чистое кресло даже со втулками или чистым ногам нашим собрал все что можно надо ладно и снова работает закон подлости как только включаешь камеру рыба клевать просто отказывается сразу с тех пор как я начал снимаю снимать ну да снимать и вести свой канал вот год я уже веду как все я просил по поклевкам что зимой что летом как только включаешь камеру рыба просто замолкает как только камеру выключаешь рыбу почему-то активизируется не знаю с чем это связано я думаю может она привыкнет к этому и будет все нормально кстати мы тут были напротив деревне сидоровская тоже были с максимум не знаю вышло видео не вышло если выйдет я оставлю подсказочку сверху и конце видео будет тоже переходе кино это я видосик тоже половили прикольно поболтали такое видео получится и получится на скорейся там длинные бредили болтали рассказывали непонятно чем были синцы макс там завалил карпа короче такого стоит посмотреть 8 непонятки с поклевками ждем буду ждать буду кидать поклевки еще включать где-то сижу короче ребят очень нет далеке что-то гремит подрезал уже опарыши тоже думаю может густерка активизируется что-то рыбы вообще непонятно была была надо было оставаться ловить не корм мешать пока мешал корму где он есть какие-то сопли сопли какие-то есть что-то модуля немного обсасывает короче совершил большую ошибку опять взял с собой полотенце не знаю как я так про него забыл почему-то не взял попробуем дать чистенького моделика три штучки так и кормушки мясные может или как она активизируется солнышко зашло уже водичка немножко зашла я сейчас вам прикольно себе здесь подать теплая теплая еще классно завтра сыпать солнышко буду купаться а вы уже открыли купальный сезон на реке волга либо на каких реках вы еще живете на каких реках смотрите точнее с какие какие реки у вас протекают и вы смотрите вот так будет правильно сказать пишите в комментариях не стесняйтесь не молчите всегда буду рад почитать буду рад ответить поболтать а как насчет телеграм-канала кому интересно стоит заводить не стоит заводить оттуда буду скидывать кружки прямо с рыбалки по приезду потому что пока тут с камеры что-то смонтирую что-то сделаешь и неполадки будут в канале можно поболтать подписчиками там можете рассказать свои какие-то секреты можете я вам что-то подскажу расскажу давайте жду реакции что комментарии возможно заведем телеграм-канальчик пишите может одному ну одного меня тут скучно смотреть сидеть может добавить людей просто с кого-то людей с собой брать может так повеселее будет согласен конечно в одного скучно смотреть тем более снова ракурсом но пока возможности нету хотел с вами поснимать звук ракурсом не знаю приехал короче сломалась одна брошка снова попал на деньги вообще печально все последнее время зову видео продолжение полосы неудачи потому что похода чата рыба это не пахнет и будет все голухо раз поклевочки поклевочки колебания колебания какие-то вижу еле заметные водочек стоит на сантиметров 50 вообще еле заметные поклевки чем укорачиваться еще что ли не хотелось бы вас бы оставить такой спортивный поводочек писали кнопку попробуем посетим по моему есть есть по моему есть есть ребят рыбка есть 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 вроде есть давайте все посмотрим счета вроде есть это вроде упирается упирается напомню насадочка была 3 мотылика мотылика должны работать берет вообще очень аккуратно очень аккуратно не что-то не крупно не крупно не крупная рыба вроде есть да 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 это вот такой подлещик сарить некрупный на сушку пойдет в этом году напоминаю рыбу не отпускаем посмотрим стравку рыбу не отпускаем рыбу забираю зимой будем делать сухой посол рядом есть вещи хорошие есть мелочь также присутствует в общем буду делать разные видео сухом посолом накидайте рецептиков кому несложно кто пробовал чтобы не обжечься чтобы не закупить рыбу и поснимаем различные видео различные рыбы различных размеров сухим посолом я там уже есть чехонь уже есть финцы густера подлещики лещи большим рыбы разные много на всю зиму снимать должно хватить перестарался немножко скатил . вот один сижу рыба должна плавать по всей экватории за моей кормушкой не нравится сейчас посижу чуть переброшу из поклевки нибудь ночью говорят сомики поклевать на червя ну чё-то у меня не червя не крючков на сомиках ничего такого нету да и нацелена была на такую рыбалку потом будем значит чем мы будем у нас по планам по планам у нас будет соревнования фидерные в городе на волоке не знаю получится нет ну как бы я зарегистрировался получится участвовать не получится нас просто там президент такой интересный своеобразный на боку г начинается на он заканчивается кому интересно почитать заходите в группу вконтакте рыбалов 37 такая группа тоже есть там про него очень много всего написано очень много всего рассказано и не знаю человек который ведет рыболовную федерацию просто полному дну вот не знаю допустим не допустим я буду все снимать на видео буду все фиксировать на видео сами соревнования саму ловлю не знаю получится поснимать не получится там такая каменистая дамба такая и камеры там все поставить некуда хотят тур конечно пять часов может поставлю камеру на 360 градусов которая будет снимать на правду мне не хватает часа на четыре можешь красном четыре часика и поснимаем потом видосик сделаю будет первый тур потом четыре часика второй тур но уже флешка правда не хватает на все эти туры видео накопилось не успеваю короче делать чтобы залетали бы они конечно было ваще ваточек ладно будем смотреть ребят будем думать будем гадать так ждем очередную поклевочку и сводочная поклевка будет очередное включение нас поклевочка поклевочка так получится ли поймать закончилась поклевочка так если здесь что-то поклевать еще блин гром гремит у меня еще смущает так оба давайте попробуем есть вроде есть есть кто-то кто-то есть кто-то есть тоже 4 не крупненько нет руки блин как обычно самой крупной рыбы на в камеру не залетает залетает только что-то не крупненько давайте посмотрим кто нам так насадка изменил два мотылика у нас и один опарыш опять ползет давайте смотреть смотрите какая размер конечно такой себе на выпуск чек и на армутике загнула короче загнул загнул так что там кого-то этот лещ здоровенный сидит мотылик что-то печальник какой-то для не был как насаживающего есть стресса на пробьем мотылика чистим его от мертвых одними мы еще вторую жизнь и мышцы нам что-то принесет так давайте прямо это в прямом эфире можно сказать кормушечка заряжаем что в клипсу не добил клипсу не добил по моему поклевки не будет в этом режиме ну пофиг давайте посмотрим если будет поклевка будет вообще классно потому что до клипса не докинул дать минутку минутку просто подождем не докинул на может метра три так ради интереса будет поклевка не будет если нет сразу закидываем по новой и ждем новую поклевочку тачану смысл ждать минутку поклевки нет надо вытаскивать тучи сгущаются короче ночь будет веселая ночь будет проливным дождем я так часто если будет ливень обязательно покажу как я отдыхаю ну надеюсь его не будет надеюсь синоптики жалуются на и погодка нормализуется есть радуга радуга прикиньте радуга появилась вообще классно когда сидишь такой один на берегу вообще в округе никого так забросил в точку ждем поклевочка будет нет вот в чем вопрос походу поклевать убиваешь такой концентратик толь вега нитро нитроликвид лещ пахнет вообще непонятно чем но не знаю по рыбе подрабатывает он вроде так неплохо но не знаю здесь пока что-то я не увидел разницы в нем вот именно на волге то есть на большой реке он работает хорошо здесь я ловлю как бы идет волга и такое небольшое впадение поэтому что-то здесь рыбка так ну здесь рыба такая специфическая тоже а нифига себе там уже полный моргает светит моргает как правильно не знаю так что-то поклевочки нету блин не охота бы конечно убегать если дождик ливанец будет большая печаль поклевочка вроде кто то есть кто то есть поклевку и жарит ну это как бы белый гостера долгит колец хотя бы я половину под вечера халб начинается дождик ля ой нифига себе там что такая выцепился на что-то похода они от срывка еще еда густерина такая да более смешная это ее поклевки да так так как на стеночке садочки садочек на посольчик самая тема да кстати мотыль опять в игноре клюет только на опарыш попробую дать опять два опарыша живеньких кормушечку с опариком и мать чтобы поклевочка если снова будет поклевочка вообще будет топчик на месте все в точке все на месте блин хотелось бы половить в 10 вечера конечно надеюсь дождь меня не прогонит вот он смотрите подлещик зачат короче ребят смотрите на улице хреначен дождь перебрался в палатку зависяю в палатке все вещи сам тоже разобрался сейчас завалюсь с подушечкой спальничек сейчас спальничек залезу буду спать дождь короче льет еще такой нормальный рыбалка вообще выживание а не рыбалка надеюсь на утро будет нормально будет все топчик после того как я отключился поймал еще несколько подлещиков пара гусерин парусинца залетела что для этой рыбы удивительно на данном водоеме вот надеюсь что рыбка еще будет удастся половить смотреть дождь почти прямо расходится слышите как звенит вообще прямо один вообще один рядом с атомной станцией я покажу ах я даже и не видно там трубы там издалека с утра покажу с утра покажу где они находятся значит у меня тут топово все свет тепло хорошо только запрусь надеюсь никто там не придет ночью вот все ребят давайте до утра не знаю если дождь уселится ночью либо тень гроза либо вы шторм либо меня будет уносить обязательно включусь покажу расскажу а так пока всем до утра а так все и а так и все и